В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Алена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Сегодня администрация Уфы проводит торги на право аренды земельного участка. Всего участвует один лот с начальным размером ежегодной арендной платы в 130 тысяч рублей. Шаг аукцион на 3% от начальной цены лота. Разрешенный вид использования земельного участка – жилищно-эксплуатационное управление. Земля расположена в Демском районе Уфы общей площадью 416 квадратных метров. Итоги торгов подводятся к конкурсной комиссии в день проведения аукциона. В Башкортостане количество юридических лиц, объявленных банкротами по итогам прошлого года, выросло на 20%. Всего в регионе признали несостоятельными 341 предприятие или 3% всех банкротств в России. У республики третий показатель по стране. Наиболее существенный прирост числа компаний банкротов по итогам прошлого года зафиксирован в Татарстане – 43%. Общее количество – 469 случаев. На втором месте – Москва. 22% роста и 2500 несостоятельных организаций. При этом на столицу приходится практически одна пятая часть всех случаев несостоятельности в стране – 19%. Аналитики считают, эффективность банкротства для кредиторов снижается. В 2017 году они получили порядка 5% включенных в реестр требований. В 2016 году эта цифра была на 1% больше. Решению этой проблемы может способствовать расширение полномочий арбитражных управляющих. Сегодня в республике отмечают традиционный христианский праздник – хрещение. По прогнозам экспертов, в крещенских купаниях примут участие около 56 тысяч жителей Башкортостана. В прошлом году было более 38,5 тысяч человек. Считается, что крещенская вода обладает целительной силой. И для купания в Башкортостане запланировано 61 организованное место. В эфир расположены три купели – на озере Кашкадан, на реке Белый в районе железнодорожного моста и на озере Солдатском в парке Якутова. На организованных площадках будут дежурить машины скорой помощи, пожарные и спасатели. Как сообщили в региональном МЧС, всего задействует более 800 человек – 236 единиц автомобильной техники, 7 плавсредств и 29 единиц водолазного оборудования. Сегодня пройдет домашняя игра хоккейного клуба «Салават Юлаев». Наша команда встретится с московским ЦСКА. В ходе последней встречи «Салават Юлаев» проиграл команде противника со счетом 3-0. Статистика по итогам 19 поединков – наша команда выиграла 6 матчей. В этом сезоне игроки ЦСКА заработали 118 очков. За 51 игру они одержали победу в 42-х и, занимая в турнирной таблице, второе место. У уфинцев 13-я строчка. На данный момент на счету «Салавата Юлаева» 80 очков. Игра начнется в 19.00 на площадке спортивно-концертного комплекса «Уфа-Арена». Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК «Уфа». Смотрите наши выпуски в течение дня.